Добрый день. Андрей Левин. Задам про ИСИ вопрос. Прошлое руководство Министерства финансов очень активно хотело поменять систему налогообложения ИСИ. У вас нет с этим проблем? Налогобложения чего? Фондов, институтов совместного инвестирования. Хотели полностью поменять ее, облагать их, как обычные компании. У вас нет с этим проблем? Я не готов ответить. Если эта дискуссия идет, она, скорее всего, идет в налоговом блоке Министерства финансов. Я не готов прокомментировать. Благодарю вас. Александр, хотел обратиться к вам. После всего этого произнесенного и продолжения этого среза с точки зрения Нацбанка и Минфина, будьте любезны, какое ваше видение? Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба включить презентацию. Действительно, рынок небанковских финансовых услуг сегодня находится в развитии, несмотря на те макроэкономические факторы, которые влияют. И те факторы, которые сегодня есть с будущим регулятора. Вы знаете, есть законопроект, который предполагает реорганизацию нашей национальной комиссии по небанковскому сектору. Передача части функции в комиссии по ценным бумагам, связанной с пенсионными фондами и управлителями. Ну и основной блок – это страховые компании, кредитные союзы, кредитные учреждения, ломбарды перевести в национальный банк. Ну, это законопроект, который находится сейчас в Верховном Совете. И от того, как народные избранники будут принимать, будет в будущем. Ну, это не исключает той работы, которая сейчас проводится на скомфинпостах. В этой части я ознакомлю вас с тем, что у нас уже принято и что планируется принять. Ну, в частности, это новое требование по консолидированному надзору. Поэтому появятся у нас небанковские финансовые группы. И в ближайшее время будет, сейчас находится на обсуждении, это изменение в документ по набутя истотной участи в финансовых учреждениях нашего профиля. Если можно, по просьбе организаторов я остановлюсь на страховом рынке, поскольку он наиболее, наверное, привлекательный с точки зрения как инвестирования. Надо сказать, что объемы иностранных инвестиций на страховом рынке составляют более 5 миллиардов гривен. Представлено около 40 страховых компаний с участием иностранного капитала. И в целом доля иностранного капитала совокупно составляет около 30%. Действительно, что по некоторым позициям иностранные компании имеют существенное влияние. Это в частности и в секторе моторного страхования, в секторе страхования жизни. Однако же существуют и факторы, которые сдерживают приход иностранного инвестора на украинский рынок. Это прежде всего присутствие значительного числа страховых компаний. У нас в частности сейчас в реестре 374 страховые компании, из которых 52 это по страхованию жизни и 322 компании по рисковому страхованию. Если говорить о страховании жизни, это достаточно интересный сегмент с точки зрения интеграции фондовиков и страховщиков, поскольку несмотря на проблемы, связанные с налогоблажением, введением единого социального взноса на операции накопительного страхования, страховщикам удается держать позиции и здесь падений существенных по страхованию жизни не наблюдается. Даже можно говорить о определенном росте. В частности у нас по итогам этого года прогнозируются объемы резервов накопительного страхования жизни, это долгосрочные, это как раз институциональные инвесторы, более 6,5 миллиарда гривен. И по прогнозам можно говорить, что до 2020 года, если ничего не изменить с точки зрения корпоративного страхования жизни, то есть не отменить единый социальный взнос, то объемы резервов могут составить где-то 12-15 миллиардов. В случае же все-таки конструктивных изменений со стороны государства в эту сторону и появления сегмента корпоративного страхования жизни, накопительного как социальный продукт, то резервы могут составить от 50 до 100 миллиардов гривен. Поэтому если государство заинтересовано в долгосрочных инвестиционных ресурсах, как раз и в качестве гособлигаций, то данный сегмент стоит развивать. Сегодня корпоративное страхование практически умерло, его объемы составляют менее 3%, в основном это розничное страхование жизни. Я исключаю здесь рисковое банкострахование. Относительно динамики активов страховых компаний. Активы страховых компаний в соответствии с 37 статьей закона о страховании, в категориях, которые там прописаны, составляют у нас сегодня 37,5 миллиарда гривен, из которых где-то 13 миллиардов сосредоточено в банковской системе, в частности на депозитах в банках более 10 миллиардов гривен. Надо отметить динамику последнего полугодия, которые свидетельствуют о том, что усиливается доля госбанков, объемы в госбанках составляет сегодня где-то 22% из этой массы, усиливается доля банков с иностранным капиталом около 35%, и других украинских банков с высоким рейтингом, что говорит о том, что страховые компании долгое время ранее работали с банковской системой, как в системе банка страхования, имея депозит в банке, могли рассчитывать на какой-то входящий бизнес по страхованию. Сегодня, с учетом того, что банковская система не активна в кредитной деятельности, там где страховые компании могли бы работать, поэтому страховые компании уже размещают средства преимущественно с целью сохранения, либо с получением какого-то дохода для своих клиентов. В частности, если мы посмотрим по объему доходов, полученных страховщиками от финансовой деятельности, за первое полугодие этого года 807 миллионов гривен полученный доход, основной это доходы от депозитов 521 миллион, далее доходы по облигациям 209, и доходы от участия в капитале 15 миллионов, и на самом последнем месте это дивиденды по акциям 3 миллиона. Надо отметить, что та работа, которую начала комиссия по ценным бумагам, она уже начинает где-то влиять на структуру активов страховых компаний. Если на начало года активы в акциях у нас составляли 17 миллиардов гривен, то по итогам полугодия, вот я вернусь к этому слайду, по итогам полугодия объемы составляют 15 миллиардов. Но это в активах то, что компания отображает. На самом деле в покрытии резервов под обязательства, которые несут страховщики перед клиентом, мы принимаем гораздо меньше, это полтора миллиарда гривен. Это по действующему нормативу так сложилось, что мы сегодня находимся в устаревшей правовой базе, закон о страховании подготовлен, мы ожидаем, что он будет осенью принят, и здесь ждут страховщиков серьезные изменения, поскольку уровень платежеспособных страховых компаний сегодня недостаточный, и новые требования будут существенно усиливать требования к платежеспособности, надежности страховых компаний, в том числе введение ликвидативного капитала, в том числе дополнительный надзор за текущими активами страховщика. Но мы не стали дожидаться принятия закона о страховании, поскольку его судьба такова, что он уже 10 лет периодически входит в Верховный Совет, потом отзывается, потом вновь в новой редакции. Поэтому мы разработали новое положение об активах и страховых резервах размещения на замену действующих по страхованию жизни и по рисковому страхованию. Сегодня этот документ находится уже на окончательной стадии согласования с соответствующими органами этой антимонопольной службы ДЭШПИД и Министерства юстиции. Мы ожидаем, что в ближайший месяц документ будет принят, и в нем есть существенные нормы, которые заинтересуют участников этой конференции, заинтересуют и представителей наших коллег из органов власти, Минфин, Национальный банк, Комиссию по ценным бумагам, потому что мы где-то учли те тенденции, которые сейчас происходят в этих органах по наведению порядка на рынке ценных бумаг, в банковском секторе. И учитывая эти специфики, мы ввели некоторые изменения, которые будут существенно влиять на качество работы страховых компаний. Прежде всего, это введено такое понятие и категория, как низкорисковые активы, в которые мы отнесли облигации государственные, облигации в банках и депозиты в банках с рейтингом 2А и выше, и облигации международных финансовых организаций. Такую категорию мы впервые ввели в наш документ. Считываем, что по информации до конца года такие продукты появятся, и мы сможем ввести в покрытие резервов страховых компаний. Кроме введения этой категории, мы ввели и обязательность таких активов. То есть для рисковых компаний минимум 15% они должны будут иметь своих резервов в такой категории, и для компаний по страхованию жизни 25%. Кроме того, существенно изменились требования по работе с фондовым рынком. Если ранее страховщики могли 30-40% своих резервов размещать в акции, то на сегодняшний день, понимая ситуацию, которая есть на этом рынке, мы сократили общую категорию акций в 10%, при этом в одного имитента не более 3%. Также были сделаны некоторые расширения возможностей по инвестированию в госбумаги по просьбе компаний по страхованию жизни, мы увеличили до 95% порог размещения своих резервов в госбумаге. У нас так сложилось, что на сегодняшний день, если посмотреть рынок страхования жизни, это 6 миллиардов резервов, и рисковое страхование это 10 миллиардов. Причем интересно, что компании с активами более миллиарда гривен, это 3 лайфовых компании, и с активами более 1 миллиарда гривен 2 компании рискового страхования. Это так информационно, чтобы понимать, какие объемы рынка. Что мы видим в будущем, где может быть, от каких факторов будет влиять на развитие инвестиционной и привлекательности страховых компаний, и их возможности участия в фондовом рынке. Безусловно, это рынок страхования жизни, поскольку он имеет очень большой потенциал к росту, несмотря на проблемы, которые есть в экономике, население приобретает. Статистические показатели накопительного страхования жизни в полугодии этого года к прошлому, фактически падений существенных не произошло, что свидетельствует о том, что рынок держится, рынок продолжает развиваться, несмотря на то, что у нас исключительно это розничное страхование. Другой по объему рынок, который будет очень перспективен в связи с тем, что мы сейчас готовим новый закон по автогражданской ответственности, обязательному страхованию владельца автотранспорта, и введение новых таких важных моментов. Это электронный полис, прямое возмещение вреда, смена подходов к покупке полиса у граждан. Если сегодня граждан руководствуется преимущественно ценой полиса по ОСАГО, то в будущем смена будет ориентира. Выплату будет клиент получать не от компании, виноватой, которая страховала виновника ДТП, а от своей страховой компании. Его страховая компания выставляет регресс страховщику виновного лица. Эта концепция европейская, она проверенная в ряде стран и показывает эффективность, и клиент выбирает уже страховую компанию по надежности. Соответственно, мы предполагаем, что введение такого закона в следующем году приведет к росту интереса граждан к рыночным компаниям, с одной стороны, с другой стороны, их потребность в инвестировании своих резервов, активов, ликвидные, надежные инструменты. Поэтому здесь мы уже сейчас наблюдаем потребность у страховых компаний к профессиональным консультантам, управляющим КУА и так далее, поскольку действительно инструментов для управления финансовыми страховыми компаниями сегодня недостаточно, поэтому вот этот вакуум как раз участники данной конференции могут заполнить. Еще один таким драйвом, который мы ожидаем в ближайшие три года, это агрострахование. На сегодняшний день его объемы небольшие, только по итогам полугодия это 50 миллионов резервов, но потенциал развития агрострахования высокий. Сейчас у нас уже подготовлена редакция законопроекта, которая предполагает субсидирование государством части платежей аграрию, что будет способствовать применению как раз финансовых инструментов для того, чтобы обеспечить и ликвидность, и надежность той системы, которую мы закладываем через агропул. И объемы в 2017 году могут составить где-то более миллиарда гривен по резервам. Также хорошие перспективы мы видим у добровольного медицинского страхования. Оно у нас сегодня развивается. Сегодня показатели резервов где-то 400 миллионов, но большой спрос у населения к продуктам медицинского страхования может спровоцировать и, соответственно, желание компании расширить линейку по инвестированию. Здесь мы отжидаем и выступаем с инициативами, связанные с реформой медицинской отрасли, в частности, коммерциализацией медицинских учреждений. Если такое состоится, то медицинское страхование приобретет хороший драйв. У вас 2-3 минуты максимум. Я понял. В целом, результаты деятельности страховщиков вы можете как у организаторов получить, так и на сайте нашей комиссии, что даст возможности вам более глубже посмотреть в перспективах. В целом, за полугодие объемы рынка у нас показали хорошую динамику по таким видам, как автомобильное страхование рост составил 25%, имущественное 20%, медицинское страхование 18%. Здесь я сделаю ремарку, открою небольшую зависту. Дело в том, что существенно повлияло курс доллара, привязка некоторых видов страхования к иностранным валюте, к росту, но даже этот фактор не снижает прогнозных показателей роста в целом по итогам года. Спасибо. Спасибо большое. Можно было еще закончить слайды, к сожалению, просто у нас ограниченное время панели. Если есть какие-то вопросы по поводу сказанного, либо по поводу того, насколько структура портфеля, да, пожалуйста. секунду, пожалуйста. подскажите, подскажите, по поводу акций, которые будут находиться в портфеле страховых резервов, страховых компаний, какие к ним требования, в частности, листинга? Действительно, требования будут жесткие, не все эмитенты уже на сегодняшний день выполняют, мы по результатам полугодия уже сделали предписание 68 компаниям, связано с тем, что у них некачественные активы и недопокрытие по резервам. по результатам принятия документа требования будут высокие, мы расширили категории акций иностранных эмитентов, учли пожелания комиссии по ценным бумагам и линейку тех бирж, на которых иностранных не котируется, кроме того, акции будут проходить только те, которые листинговые, те, которые не прошли, то они будут выводиться из покрытия, поэтому здесь мы предполагаем, что объемы, если сегодня это полтора миллиарда гривен, то объемы по итогам года, ну применение этого документа, а мы предполагаем, что он вступит в силу на 31 декабря, то есть уже компании на 31 декабря будут вынуждены соответствовать нормативам. Я почему задал этот вопрос, 31 декабря это наверное будет последний квартал, когда не смогу сформировать резервы по вашему новому положению, но при этом с нового года комиссия по ценным бумагам ужесточила требования к эмитентам, которые могут попадать в листинг, и если я не ошибаюсь, их там вообще будет, ну дай бог, что пара, два, три, четыре, может пять, поэтому я думаю, что вам следовало, ну не знаю, как вот рынок, от рынка могу сказать, что с комиссией по ценным бумагам в этом вопросе проработать, потому что я думаю, что страховым компаниям данный сектор инвестиций, там скажем так, сохранение, то есть формирование своих резервов, будет закрыт. Ну на какое-то время мы видим, что реальными инвестициями это госбумаги, банки с высоким рейтингом, и мы должны сегодня понимать, что мы должны сохранить активы страховых компаний, потому что за активами страховых компаний являются клиенты. У нас только по автогражданке восемь миллионов застрахованных и ежегодно масса ДТП, по которым, к сожалению, страховые компании не выплачивают возмещение, поэтому требования должны быть жесткими для того, чтобы страховые компании действительно сохраняли своих средств в надежных инструментах, чтобы могли рассчитываться с клиентами. У нас нет фонда гарантирования, и поэтому некому помочь страховую компанию в случае их неплачивая способность. Добрый день, Александр Павлович. Скажите, пожалуйста, новое положение по резервам, оно вступит когда в силу? С нового года или уже, может быть, с ноября? На 31 декабря должны компании перевести свои активы, резервы в соответствующий порядок. Единственное, мы сделали для низкорисковых активов, связанных с 15-25%, на один квартал оттянули, то есть там на 31 марта. Понимая о том, что есть проблема с покупкой гособлигаций, сегодня мы еще раз услышали это подтверждение, поэтому для того, чтобы компании смогли подготовиться выполнить этот норматив, мы еще на один квартал оттянули. Но по всем показателям это 31 декабря. А скажите, пожалуйста, изначально предполагалось обязательно инвестирование страховых компаний в ОВГЗ вот в этих вот рамках, да? Потом заменили... Мы расширили, да, учитывая, что есть дефицит таких бумаг, мы расширили дополнительными категориями. Прежде всего, это депозиты в банках и облигации банка с рейтингом 2А и выше. Спасибо. Питание как раз в дополнение попереднего. Враховывая дефицит ОВГЗ на рынке, зараз на вторинном рынке, и враховывая резервы страховых компаний, которые сейчас складывают 16 млрд грн. Орієнтовно в ОВГЗ должно быть перетекти 3-4-5 млрд грн. И перетекти протягом первого квартала 2016 года. Чи планует комиссия проводить переговоры дейсно с банком, дейсно с Минфином, для того, чтобы забезпечить такие инструменты? Потому что на вторинном рынке зараз это дейсно проблема. Ну, по сути, купить на 5 млрд грн. ОВГЗ Важно. На сегодняшний день объем ОВГЗ в портфеле страховщиков это 2,6 млрд грн. Действительно, такая проблема есть, и работа с коллегами из других министерств ведется. Со стороны Нацбанка я хотел бы еще раз повторить, что Национальный банк осуществляет ежедневные котировки по продаже государственных ценных бумаг. Мы продали уже за несколько месяцев порядка 1 млрд грн, готовы продавать больше, поэтому с точки зрения предложения госбумаг на рынок мы вообще никаких проблем не видим. Приходите, покупайте, мы готовы продавать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...